Здравствуйте, Алмаз. Приветствую всех зрителей телеканала НТР24. Да, действительно, неприятная ситуация произошла на переднейшем улице Корабельной. Двух детей сбил автомобиль Мазда. Собственно, вот он до сих пор здесь находится. Достаточно много фактов нам буквально за несколько минут удалось собрать. Сам водитель, немножко о нём, ему 44 года, 20-летний стаж в вождении. Ну, можно сказать, что он не заметил этих двух ребят, так как они ехали на велосипеде и с большой скоростью пересекали зебру. Нам удалось пообщаться с водителем и вот предлагаю послушать, что он сказал о произошедшем. Двоём на велосипеде, но, блин, не успел я даже как увидеть. Одни-то проскочили, вторые. Я даже не успел увидеть, как они ехали. Я выходил с того поворота и они прям под машину мне кинулись. Не слазя с велосипеда, на большой скорости летели. Но у них зелёный горел, да? Ну, у меня свидетель есть, что красный горел. У меня около 10 свидетелей, что горел красный. Я ехал на зелёный. То есть они на красный переходили? Ну, да, да, да. А примерный возраст, как вообще? Ну, вот такие вот пацаны. Лет по 6-7, наверное. Один на багажнике ехал, один на сиденье и летели. Скорость такая была. Я даже не успел среагировать. На тормоза нажать. Скорость что сказали? Да там просто ушибы, ссадины, больше там ничего нет. То есть вы всё-таки успели притормозить? Да, успел я притормозить. И как бы только они как бы с велосипеда упали. Да, и всё. Там ногу повредили, да. Локоть и тут вот борода у них. Ну, вот двое детей, да, действительно сидели на велосипеде. Велосипед вот сейчас лежит в багажнике у машины, да. Вот можно посмотреть, такие значительные повреждения. Сам удар пришёлся в заднюю часть велосипеда. Вот даже колесо восьмёркой от удара стало. Ну, вот водитель говорит, что ехал он на зелёный знак светофора, а дети переходили дорогу на красный. Но не совсем правдивые показания водителя. В нашем распоряжении оказались кадры с регистратора автомобиля. Поэтому предлагаем сейчас их посмотреть. Да, они без звука, но, в принципе, после их просмотра многим станет всё понятно. Ну, опять же, да, не хочется водителя полностью обвинять, да. Вот в данном наезде всё-таки, как мы видели, дети действительно переезжали дорогу, не спешившись с велосипеда, что строго запрещено правилами дорожного движения. На самом деле водитель очень сильно переживает. Мы с ним очень долгое время общались. И вот сейчас он пытается найти адрес, где проживают дети. Единственное, что известно, живут они на Корабельной 8. Но вот квартиру, к большому сожалению, мужчина не знает. Но он очень хотел бы извиниться и перед родителями, и перед ребятами. Двоих малышей забрала скорая помощь. Навитом по 6 лет. Серьёзных травм, на первый взгляд, не выявлено. Были ушибы и ссадины. Но вот пока на этом о состоянии детей всё, что сейчас известно. Ну и завершая вот это вот своё прямое включение, хочется обратиться ко всем нижнекамцам. Непременно берегите себя и своих близких. И вот в случае с дорогой старайтесь всё-таки переходить дороги по всем правилам дорожного движения. На этом, Алмаз, у меня всё. Передаю тебе слово.